так парни смотрите короче такая тюма сейчас проверил как это все работает все четко работает все четко висит сейчас полетим вон в ту сторону постараемся улететь как можно дальше сейчас ветра кстати нет практически поэтому это нам сыграет немножко на руку кроме того rank on split почему-то не видит больше карту памяти после того как я пофристайл хорошенько она больше не видит возможно какой-то шлейф отошел надо просто разобрать собрать или там какой-то мусор не знаю сейчас он прогревается тестируется аккумулятор фиксируется удержание позиции поставлю теперь литий онке не 40 минут 30 километров примерно до дальность и я собираюсь летать ну километров на 12 туда обратно это 22-24 по идее должно хватить если сильно никаких флорш-мажорных ситуаций не будет в целом есть даже там ну 15 20 процентов запас попробуем что-то Продолжение следует... И что произошло дальше, придется мне рассказывать самому, потому что файл куда-то исчез. То есть обрубается запись, и то, что она обрубилась, я обнаружил только спустя 10 минут, когда мы налетали 13 минут. До этого антенна, которая была здесь, она стояла почти что вот так. И когда я летел от себя, то есть вот так вот, вот эта антенна стала смотреть вот так. И сигнал на земле пропал. На расстоянии приблизительно 4500-4700 пропала связь с кроссфайром, и он начал возвращаться обратно. Я развернулся, опять появилась связь, поскольку он летел теперь уже подходящим углом ко мне, то есть я вот так на земле сидел, антенны работали. И связь опять появилась. Я думаю, ну ладно, развернулся, полетел обратно, связь опять пропала. Это все было на 100 мВт на кроссфайр. 100 мВт это не такая пробивная мощность. И на расстоянии в 5 почти километров она, конечно, дает сбой, если антенна стоит вообще неправильно. Это проложалось приблизительно 7-8 минут. Я его пытался развернуть, пролететь дальше, он возвращался обратно. И в конце концов я решил так, пофиг что будет. Сходил в машину, взял аккумулятор внешний, пока мой коллега держал пульт и контролировал, что там происходит. Оботкнул сзади дополнительный аккумулятор для кроссфайра и переставил мощность на 500 мВт. После этого мы полетели дальше. Но вот этот промежуток, который мы туда-сюда летали, мы потратили приблизительно 6 километров расстояния. То есть он там проймал failsafe. Я врубил возврат домой. Но что я могу сделать? Пусть он летит домой, пока я бегаю. Он летел домой. Я думал, на всякий случай посмотрим, может быть сяду. Уже подлетал, на расстоянии полтора километра был. Я решил, что все-таки лететь можно, потому что там еще оставалось 65-70% батаэйки. И мы все-таки полетели дальше. Учитывайте то, что это все может случиться, то что если вы неправильно поставите антенну. Кроме того, после того, как я сходил к машине и сел обратно, я забыл воткнуть кабель от внешнего приемника с направленными антеннами. И все остальное время принимал вот на эту антенну. То есть это обычный клеверок, на этой стороне вообще не было антенны. Считайте, что я сидел вот так в очках с одним приемником, вот с этой антенной. И с такой антенной мы слетали... Ну, далеко мы, в общем, слетали. Смотрите там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на отметке 1500 мАч я разворачиваюсь. Лечу домой, потому что лучше перебздить, как говорится, и лечу домой. Расстояние получилось покрыть приблизительно 8,3 километра. Как я уже говорил, Crossfire работает на мощности 500 мВт. Видеосвязь, это 5,8 ГГц, работает на мощности 500 мВт. Я выставил на 500 мВт и поставил антенну, которую я сделал сам. Но в некоторых местах связь пропадает практически полностью. Связано это в основном с тем, что какие-то помехи с стороной Земли. Потому что как только пролетало эти места, связь становилась сразу значительно лучше. То есть бывает такое, что по независимым от вас причинам связь может пропадать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот экран статистики этого полета. 8,3 километра мы покрыли. 23 всего пройдено. Средняя эффективность была 123 мАч на километр. И потрачено было 2800 мАч. Из 3-200, то есть 500 мАч было в запасе. Это приблизительно 4-4,5 километра можно было пролететь сверху. Кроме того, учитывать, что несмотря на большую дальность, пройденное расстояние гораздо выше, чем дважды дальность. То есть 8 плюс 8, это 16. Достаточно много пришлось потратить именно на то, что мы несколько раз возвращались с этими дурацкими фейлосейвами. Но это был первый боевой вылет. Да, сейчас, в общем, случилось несколько неожиданностей, которые мы сейчас поправим. Это был первый аккумулятор. Мы отлетели 8,5 километров. Короче, ну все было хорошо. Но батарейка уже была 1500 мАч съедена. Я решил, что после 1500 мАч надо возвращаться. Но учитывая, что вот здесь мы виляли, случилось следующее. Антенна на коптере стояла не совсем правильно. Потом я поставил 500 мВт в полете, пока он летел сюда. И обратно полетел дальше. Вот мы таким образом долетели 8 километров. Все бы хорошо было бы. Поскольку мы туда-сюда летали, приблизительно 3-4 километра мы потратили просто для того, чтобы туда-сюда слетать. Поэтому сейчас я поставлю чуть больше аккумулятора, поставлю 2700 ячейки. И я теперь антенну загнул, как видно. Антенну я загнул чуть-чуть назад. Поэтому при полете вперед, ну, все так же будет смотреть нормально. И назад тоже будет смотреть нормально. Поэтому мы попробуем сейчас, посмотрим, что из этого получится. Кроме того, я забыл включить эту штуку приемную. Поэтому я на самом деле летел на одной антенне, на вот этой. Сигнал был, сигнал был приличный. На 8 километрах на обычный клевер. То есть лететь можно было на самом деле. Сейчас этот мужик, короче, на тракторе нас прогнал отсюда. Но сейчас на территории, хотя это богом забытое поле. К сожалению, в нашей стране, например, с этим очень четко. То есть тут, если даже кто-то чужой приезжает на свою территорию, тут практически негде летать, поэтому... Вот для меня дальняк очень сложно поэтому выбраться. И это очень опасно на самом деле. Вот так прошел первый боевой вылет. Конечно, ну, не совсем комом. Но тут есть много моментов, которые можно улучшить. Следующий полет я не знаю, когда пройдет. Проблема в том, что в городе дальняк летать негде. А для того, чтобы мне куда-то выехать, не нужен человек с машины, который вместе со мной съездит, полетает, со мной посмотрит, поассистирует, возможно, и так далее. В целом, я считаю, первый боевой вылет прошел хорошо. Несмотря на то, что были косяки с антеннами, которые я не знаю, каким образом упустил. В целом, я доволен. Если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Я постараюсь в ближайшее время еще раз слетать, подбить кого-нибудь, чтобы меня свозили, и слетаем, ну, не знаю, 14 плюс 14, 15 плюс 15. На этом все. Пока.